Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не так давно вышло наше новое решение, решение под брендом Axelot, Axelot TMS, третьей редакции, к разработке которого мы подошли очень основательно. Это принципиально новое решение, которое не является продолжением 1S TMS. Официальному выходу Axelot TMS предшествовало более двух лет разработки и ряд успешно завершенных пилотных проектов. Если посмотреть на картинку из кубиков на данном слайде, можно обратить внимание, что по сути Axelot TMS является модульной системой и представляет собой некий симбиоз из нескольких звеньев транспортной логистики. Во-первых, это полноценная TMS и система Road Planning, которая позволяет управлять заявками на перевозку грузов, которая позволяет планировать заявки, планировать доходность каждой заявки, автоматически маршрутизировать их, консолидируя в рейсы с отображением на картографическом сервисе. Это также система GPS GLONASS мониторинга, позволяющая отслеживать транспортные средства в пути, обмениваться информацией со спутниками и с трекерами, установленными на транспортных средствах. Это в том числе система, которая дополнена мобильным клиентам на базе Android. Это в том числе система класса FMS, которая позволяет учитывать собственный парк транспортных средств. И, наконец, эта система, позволяющая консолидировать затраты на всех цепочках транспортной логистики. Вообще, в рамках внедрения Axelot TMS мы выделяем по своей сути два основных этапа. Этапы, шага или эффектов. Первый эффект, который, в принципе, сразу ощутим, он перечислен, эффекты перечислены на данном слайде. Это, по сути, демонстрация структуры текущих затрат за счет следующей функциональности. Во-первых, мы учитываем прямые затраты по рейсам, которые могут входить в затраты на перевозку. Мы учитываем прямые затраты на собственный парк транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание, амортизацию транспортных средств, изнашиваемость запасных частей. Мы учитываем косвенные затраты, которые могут не относиться напрямую к конкретному рейсу, а, например, распределяться по всем рейсам. Такие, например, как затраты на заработную плату водителей, расходы на аренду гаража. И, как результат, мы распределяем эти затраты по рейсам и исходным заявкам. Как закономерное продолжение первых достигнутых эффектов, оптимизируем наши затраты на транспортную логистику. За счет чего? За счет автоматической маршрутизации. Уменьшаем количество рейсов и, как следствие, сокращаем суммарный пробег нашего парка. Получив картину по маржинальности рейса на предыдущем шаге, делаем вывод, а выгодно ли нам возить товар, например, в какой-то определенный регион, собственным парком или дешевле провести тендер и выбрать достойного перевозчика. Мы следимо контролируем за отклонениями при исполнении рейсов, используя спутниковый мониторинг, то есть контролируем, а не слил ли кто-то топливо, а не проехал ли водитель не тем маршрутом и заехал по своим делам. Мы держим постоянную онлайн-связь с водителями, применяя мобильный клиент на базе Android. И, наконец, сокращаем ручной труд логистов или их количество для формирования наших заявок и их обработки. Далее рассмотрим, за счет какой функциональности можно достичь перечисленные эффекты. Управление заявкой на перевозку. В принципе, при планировании перевозки все начинается именно с получения заявки от клиента. Заявки могут быть загружены из систем класса ERP или в веб-портал заказчика перевозки. На основании полученной заявки может быть рассчитана предварительная стоимость перевозки и отправлена заказчику перевозки на согласование. В заявке могут быть указаны все важные для перевозки параметры. Это информация о заказчике перевозки, информация о грузополучателе, грузоотправителе, адресах и времени отправки и получения груза, информация о самом грузе, детализации до миглатурного состава или без него и так далее. При формировании заявки может учитываться мультимодальная схема перевозки, например, при наличии нескольких плеч доставки. Контроль и отслеживание заявок в этом случае производится на основании широкого набора статусов заявок, которые присутствуют в системе и меняются автоматически в зависимости от произошедших событий. Планирование рейсов В принципе, планирование рейсов выполняется в три основных шага. Это геокодирование адресов, это выбор транспортных средств, или типов транспортных средств, которые будут участвовать в планировании, и само формирование рейсов. На данном слайде вы можете увидеть рабочее место планирования рейсов, в котором присутствуют, по сути, три рабочих окна. Это сами задания на перевозку, сформированные рейсы и визуализация рейсов на карте. При этом доступны режим автоматического планирования рейсов согласно встроенному алгоритму системы и ручного режима. То есть в то же время диспетчер или логист всегда может вмешаться в автоматически созданный рейс, добавить, например, точку доставки, изменить последовательность объезда точек, на свое усмотрение. Например, с учетом временных окон или других каких-либо особенностей перевозки. При этом при ручном вмешательстве система подскажет, насколько изменились показатели рейса. Также можно посмотреть загрузку транспортного средства в динамике, в процессе выполнения рейса. Это может быть полезно, например, в случае загрузки транспортного средства на одну из точек. Далее рассмотрим геоинформационные сервисы, которые поддерживают систему. Они перечислены на данном слайде. Во-первых, это сети ГИД, Яндекс.Карты, Google Maps или условно-бесплатный картографический сервис OpenStreetMap. Картографические сервисы мы используем и для визуализации информации на карте в части планирования маршрутов, для геокодирования адресов и в том числе для мониторинга транспортных средств и их местоположения. После планирования рейсов осуществляется выбор транспортных средств или их типов, которые будут участвовать в планировании. Если мы выбираем конкретные транспортные средства, то есть мы заранее знаем список, например, парка собственного транспортных средств, мы можем руководствоваться графиком их доступности. График представлен на данном слайде. Если конкретные транспортные средства неизвестны, то могут быть указаны только их типы или модели и доступное количество. Также функциональность системы позволяет проводить тендеры между перевозчиками. То есть если мы производим доставку грузов с привлечением сторонних перевозчиков, мы можем провести непосредственно тендер в системе. Для этих целей есть определенный тендерный портал, в котором перевозчики могут предлагать свои условия на заявленную перевозку. Компания же выбирает наиболее выгодные условия, по перевозке из предчисленного списка предложений. Также функциональность работы с тендерными порталами предусматривает и автоматическую рассылку предложений по электронной почте. Соответственно, автоматическое принятие или отклонение данного предложения. Контроль исполнения рейсов осуществляется диспетчером в отдельном рабочем месте, которое представлено на данном слайде. Здесь можно увидеть факт прохождения точки, временные параметры ее прохождения. По каждой точке маршрута можно указать время прибытия, успешности выполнения задания, в оптически проведенной дополнительной операции на точке. Также в данном рабочем месте фиксируется проблема, которые возникли на точке. Например, клиент отказался, опоздал к намеченному времени. В системе для каждого типа проблем можно назначить сценарий или стратегии реагирования на данную проблему. Например, отменить задание или спланировать последующую повторную доставку. Сама же фиксация факта прохождения точки доступна с помощью мобильного клиента, который устанавливается на мобильный телефон на базе Android, либо путем отслеживания прохождения точки с помощью спутникового мониторинга. В принципе, Android клиент для водителей предназначен прежде всего для автоматизации работы водителей в процессе перевозки и предоставления некой отчетности о проделанной работе. То есть в рамках Android клиента мы можем отправлять данные о текущем положении устройства, мы можем отображать маршрут по рейсу с учетом дорожной ситуации, мы можем фиксировать какие-то дополнительные операции, которые выполняются в точке. Мы можем фиксировать факт передачи грузовых мест на точке. То есть непосредственно с Android клиента водитель выбирает грузовые места, которые он передает клиенту на месте. Эта информация в онлайн-режиме обновляется и видна диспетчеру. Также помимо использования Android клиента в системе возможен онлайн-мониторинг и визуализация данных, полученных с трекера в режиме онлайн. В этом случае на автомобильный транспорт, как правило, устанавливаются трекеры, которые отслеживают текущее местоположение транспортного средства. И на карте мы можем отслеживать его местоположение, как представлено на данном слайде. Учет собственного парка транспортных средств, затраты на его ремонт, затраты на горюче-смазочные материалы, учет штрафов – это еще одни и немаловажный набор статей затрат, которые также нужно учитывать, анализировать в совокупности затрат на рейсы. При выходе транспортного средства в рейс может быть оформлен путевой лист. Норма расхода ГСМ при этом рассчитывается согласно формуле, продиктованной Минтрансом России. Но в принципе в системе может быть задана также произвольная форма, использована конкретным предприятиям для расчета расхода ГСМ. Также в системе диспетчер гаража может заполнять информацию о начальном и конечном пробеге, информацию о моточасах, может учитывать заправки и сливы, ГСМ. Это все учитывается и в системе с помощью отдельной функциональности документов и справочников. Для транспортных средств шин-агрегатов каждого транспортного средства может быть рассчитана амортизация. Для каждого транспортного средства может быть задан график проведения ремонтных работ, фиксация стоимости ремонта и затраты на необходимые запасные части. А также в системе предусмотрена настраиваемая система оповещения, которая позволит диспетчеров контролировать сроки действия различных документов водителей, страховки, водительских удостоверений и так далее. Так как система в первую очередь нацелена показать текущие затраты и предложить пути для их оптимизации, функциональности расчета затрат посвящена значительной доле функционала системы. Ранее в процессе своего рассказа я акцентировала, что затраты мы собираем на разных этапах и при планировании перевозки и при учете собственного парка транспортных средств. Расчет стоимости услуг по перевозке может базироваться в системе на многих показателях, например, на весах габаритных параметров груза или на расстоянии от начального до конечного пункта на основании времени перевозки. В системе существует набор предопределенных показателей расчета, но также может быть заданная произвольная формула расчета, которая применима к вашим конкретным случаям. Также в системе ведутся плановые и фактические затраты. Это могут быть как затраты, относящиеся к какому-то конкретному рейсу, так и затраты, относящиеся к многим рейсам или к какому-то определенному временному периоду. Например, к таким затратам можно отнести аренду гаража или заработную плату водителей или техническое обслуживание автомобиля. При этом для каждой статьи затрат указывается способ ее распределения. Распределение в дальнейшем по заявкам, заданиям на перевозку груза для соответствующей анализа доходности перевозки. Затраты по рейсу можно распределять по заявкам пропорционально, опять же, многим параметрам. Это и пропорционально времени затраченного, это пропорционально расстоянию, массе, объему или оценочной стоимости груза, а также любой произвольной формуле, которая может быть задана в системе. Ну и, наконец, хотелось бы отметить другие преимущества системы. В принципе, как и другие продукты компании Axelot, система Axelot MS является параметрически настраиваемой. Бизнес-процессы определяются на основании сочетания определенного количества галок, признаков, устанавливаемых в системе. В случае, если каких-либо параметров не хватает для настройки процесса, 100% кода, отвечающего за бизнес-логику, открытые и доступны для доработки. Для того, что мы являемся разработчиками программного продукта 1S-VMS, хочу также отметить тесную интеграцию Axelot MS, 1S-VMS, которая позволит автоматизировать процессы двух смежных областей наиболее эффективно – это области склада и транспортной, складской транспортной логистики. Аналогично в системе есть встроенные механизмы интеграции с системами класса ERP, которые можно интегрировать не без помощи нашего программного продукта Axelot ESB. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok